Эй, эй, эй. Всё, я тут. Это драники. Я готовлю драники. Каждый раз я добавляю разные приправы, разные какие-то штуки. Но в целом основное остаётся неизменным. Это картошка, яйца, соль, специи. И всё. И готово. Ну и на скалу. Я люблю сразу всё убирать. Устала. Всё поставила, потому что мне удобнее, когда вокруг чисто. Поэтому я сразу всё протираю. И начинаю следующий. Да, размечтался. Левочек быстро разбирает. Я добавляю немного календарной бутылки. Я добавляю немного календарной бутылки. Штык, я Hoo países. Русскил. Ой. Ну, собственно, вот и всё, нужно только где-то найти. Специальная штука, ладно, буду вот такое переворачивать. И ложка свивка, чтобы мешать. Сейчас всё перемешивать. Сейчас надо очень аккуратно, потому что я с картошкой свила всю воду, и она может так пружинить. Вот, всё нормально. Вообще, такая красота получается. Я лев по-другому сделаю. У меня вот 10 августа был день рождения. Самое главное – хорошенько перемешать, чтобы с яйцами всё смешалось, и тогда будет очень хорошо всё формироваться. Ну, и приправа тоже перемешать, чтобы в одном месте всё не было. Нет, тебя не накормлю. Вот здесь вот ещё они перемешались, приправа. Я поэтому обязательно одной вилкой мешаю одну ложку, потому что вилки лучше размешивают, а немножко переворачивать. Не, ко мне в гости не надо, спасибо. У меня есть мужчина. Я на него готова. Даже глава мужчина. Ещё сын. Поэтому... Ребята, нет. Так, что-то ещё хотела сказать, забыла? А, ну, в принципе, я уже готова, наверное, на стихотворения какие-то. Те, кто давно смотрит мои прямые эфиры, знают, что я постоянно на эфира рассказываю какие-то стихотворения. Поэтому, если хотите, то говорите. Я вам расскажу иногда, кстати. У меня бывает такое хорошее настроение, когда... Ну, или какое-то романтичное, наверное, ещё что-то. Когда человеку достаточно сказать какую-то фразу, и у меня с этой фразы сразу рождается ассоциация к какому-нибудь стихотворению. И я его вспоминаю и зачитываю. То есть, привет из Кузбасса. Так, не успела посмотреть, кто, но... Привет. В принципе, почти-почти-почти готова. Надеюсь, что яиц немало в этот раз, потому что они у меня были последние. И не надо будет идти в магазин. Ну, или сына, правда. По крайней мере. И всё равно, кстати, вот жидкость появилась. Надо бы её ещё свить. Жаль. Ладно, уже будет, наверное, по ходу дело. Потому что тут уже и специи, и яйца, короче, да, алкоголь. Так. И всё. Ииии начинаем жарить. Я надеюсь, что сейчас получится, что будет хорошо будет формироваться всё. Ну, уже. Что сделать? Ну, что это такое? Вот так. Ладно. Что у меня сегодня с газовой плитой? Это какая-то вообще... Что? Двадцать разовая плитка не включается. Какая? Все. О! Наконец. Что вы с ней с папой делали? Потому что она не включается. Хотя, подожди, я уже сутки готовила, и всё было нормально. Не, мне зажигалка не нужна. Но она тут автоматически всё работает. Так. Сейчас разогреется. Важно. Добавляйте. Спасибо. В дом. Да. В дом. Да. В дом. Да. В дом. Можешь, чтобы ты сделал свои уроки, я пойду пораньше. Чтобы у тебя будет хорошо в комнате. Конечно. Но в 9-10 минут не будет, что будет хорошо. Возможно тебе еще за яйцами придется спать. Добавляем сливочное масло. Сливочное масло. Сливочное масло. Сливочное масло. Я пока ничего не вижу, простите. У меня никто ничего просто не слышит. Надоела я сам. Пока жарится. Я буду вам стихотворение рассказывать. Одну из последних, которые я выучила сначала. Надеюсь, что громко слышно нормально, а то здесь еще тушит. Окно заправлю. Во всяком случае, пока на время, пока стихотворение читаю. Так. Я готовлю драники. Вот. И его узнаешь сразу. Вот увидишь и поведешь. Он придет не по заказу. А когда готовы будешь. Когда крылья вновь расправишь. Когда вспомнишь, что красиво. Что в нем свое дурманишь. И умеешь быть счастливой. Что одна ты во вселенной. И тебя прекрасней нет. Он поймет, что ты бесценна. Вот такой простой секрет. Вот. Аплодисменты в студии. Ну вот такая худая. Мне очень нравится быть худой. Поэтому спасибо за комплименты. Итак. Ну, я могу что-нибудь с того, что вы часто слышите и просто повторять. Например, если вы есть, будьте первыми. Первыми. Кем бы вы ни были. Из песен? Лучшими песнями. Из книг? Настоящими книгами. Первыми будьте и только. Пенами, как моря. Лучше второго художника. Первые малятки. Спросят вас Сарабелла. Кто же тогда останется, если все будут первыми? Кто же пойдет в замыкающих? А вы трусливых не слушайте. Извините их, как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Примериваясь, потрогайте великую ношу первых. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым другие и легче. Так, у меня тут как раз переворачивает подошло время. Ну, кстати, отлично все. Отлично просто все у меня схватилось. Значит, вниз достаточно. Значит, все отлично. Вот так вот. Я фотографировала. И... И у меня в итоге слетела трансляция. Потому что... Потому что я хотела сфотографировать. И надолго выключилась. Сделала одну подушку. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Т działa. О. И, например, все готовы. Сделала два, да. Ростите. тогда можно будет наготовить много. У меня там целая тарелочка в смеси, если чём не думаю. Делать, делать, делать. И мне, кстати, уже пора выходить, поэтому я постараюсь сейчас максимально быстро приготовить. Надеюсь, что мне хватит времени приготовить их все, чтобы на потом не отставлять и бежать. Скорее, скорее, потому что мне бежать. Скорее всего, ещё минут 40, значит, мне минут 30 точно надо выходить. Точно вкусно. Это я как повар говорю. Да, я знаю, что это очень вкусно. Я, может быть, и не повар, но я готовлю уже 18 лет на всю семью. Поэтому и готовить люблю, умею и да, с удовольствием это делаю. Класс вообще. У меня так классно получается. Я кайфую, когда еда не только вкусная, но ещё и очень красивая заходит. Это самый-самый кайф. Класс. Сейчас, наверное, расскажу стихотворение, которое давно не читала в прямом эфире. Послушайте, если звёзд зажигают, значит, кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то считает эти клевочки жемчужиной и, надрываясь в метелях полуденный, или врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянётся, не перенесёт эту беззвёздную руку. А после ходит тревожно, неспокойно, наружно. Говорит кому-то, теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звёзд зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда. Так, как раз первая партия готова. Сейчас буду ещё закидывать. Ну, какие же они красивые. Получается, я такая довольная. С собой. Не, только я молодец. Тоже меня похвалит. Во. Похвалите меня. Да нет, на самом деле, я сама кайфую опыта. Ещё каждый раз одни те же стихи рассказывают. Ну, вот так. Потому что я новую учу не так часто, а аудитория постоянно меняется. Но я сегодня уже сказала один новый, сейчас могу ещё один новый её сказать. Берёзик, только в нём не отрем gedacht championship. Так и прикалом. Всё, пока. Отлично, конечно. Так стоит, теперь everybody. Готова к новому? Она начинает тебя забивать, а ты это чувствуешь ловно-подкожно. Пытаешься что-то найти, узнать, душу своим появлением стреложить. Она начинает уверенно жить, дружить, флиртовать, друзьям улыбаться. И рвется из прошлого тонкая нить, которая долго пыталась надеваться. Она начинает с нуля. Ну и что? С нуля начинать это вовсе не страшно. А страшно порождать бесполезно того, кому ее сердце по жизни не важно. Она начинает тебя забивать, знаешь. Она тебя все же забудет, а время заполнив пустую забрать другим людям. Но тебя там не будет. Новая, как просила. Ее у меня еще не сгорит. У меня все под контролем. Под контролем. Класс, класс, класс. И вкусненькие появляются.